Генерал Никандров рассказал следствию ФСБ, как сотрудники СКР делили 1 миллион долларов от шакры молодого. Благодаря своим подробным и ценным для следствия показаниям приговоренной к 5,5 годам заключения Денис Никандров уже в 2019 сможет выйти на свободу Пауда, так и не побывав в колонии. Бывший зоначальник АКСУ СКР по Москве Денис Никандров дал подробные показания об этапах передачи крупной взятки от вора в законе Захария Калашова и его бывшему непосредственному руководителю Александру Драманову, а также другим фигурантам дела, начальнику ГУМВИСП СКР Михаилу Максименко, его заместителю Александру Ломонову и бывшему руководителю следственного отдела ПЦО Москвы столичного АКСУ СКР Алексею Крамаренко. В материалах следствия с показаниями Дениса Никандрова, которые есть в распоряжении Разбалта, кроме ключевых моментов о переговорах о взятке сотрудникам СКР за освобождение авторитета Андрея Кочуйкова, итальянец, детально расписывается дележ полученных офицерами денег. В частности, в них сообщается, что уже после возбуждения в связи с перестрелкой 14 декабря 2015 года на улице Рочдельской в Москве столичном КСУ СКР России двух уголовных дел, В отношении адвоката Эдуарда Буданцева по статье 105 УК РФ «Убийство» Андрея Кочуйкова и Эдуарда Романова по статье 213 УК РФ «Хулиганство» И в отношении Кочуйкова и иных неустановленных лиц по статье 163 УК РФ «Вымогательство» Никандров уже видел интерес руководству ГУМ Веспыска России в лице Михаила Максименко и его заместителя Александра Ломонова к информации по этим уголовным делам. В первой декаде февраля 2016 года руководитель КСУ СКР по Москве Дрманов в своем служебном кабинете сообщил Никандрову, что уголовное дело о перестрелке на Рочдельской необходимо будет изъять из производства подразделения управления по расследованию особо важных дел, УРОФТ, и передать в другой отдел подконтрольника Андрава. После этого Никандрову было поручено Дрмановым через несколько месяцев, когда спадет ажиотаж, скинуть его в суп от САО. От объяснения причин Дрманов уклонился. Максименко же, присутствовавший при одном из докладов Никандрова, категорически воспротивился рассмотрению действий Буданцева как превышение самообороны, настаивая на квалификации их как убийство. После этого между Максименко и Никандровым состоялся разговор, из которого последний понял, что Максименко на самом деле интересует не дело Буданцева, а дело Романова и Кочуйкова. 4 марта 2016 года Максименко у себя дома, куда он пригласил приехать Никандрова, в присутствии Ломонова попросил его поменять следователя по делу Кочуйкова, не объяснив причин, а в конце месяца поинтересовался о перспективах переквалификации их дела на статью о самоуправстве. В течение недели после этого разговора с Максименко к Никандрову в кабинет зашел Дрманов и сообщил тому, что друг Максименко, предприниматель Дмитрий Смычковский интересуется передачей дела Кочуйкова и Романова в следственный отдел под САО Москвы и после того, как фигурантам смягчат меру пресечения, готов заплатить за это 1 миллион долларов. В апреле, уже после передачи дела в отдел Крамаренко, Дрманов в своем кабинете шепотом сообщил Никандрову, что согласовался с Мачковским передачу Крамаренко 200 тысяч долларов из 1 миллиона, отметив, что оставшиеся деньги заберут чуть позже. На следующий день Дрманов сообщил Никандрову, что Крамаренко получил от Смычковского 200 тысяч, но когда тот поехал забирать остальную сумму из места, где она хранилась, выяснилось, что там всего 400 тысяч, позже выяснилось, что деньги забрал Максименко. В этот же день Дрманов передал Никандрову его долю в мешке с логотипом «Быща». В итоге Никандрову и Дрманову досталось по 200 тысяч долларов. Такие же суммы, по словам Дрманова, получили Максименко, Крамаренко и сам Смычковский. На вопрос Никандрова по поводу доли Ломонова, поскольку генерал ранее видел его заинтересованность в итогах передачи дела, Дрманов переадресовал его непосредственно к Максименко. Спустя неделю Никандров так и поступил, на что Максименко порекомендовал ему за Ломонова не переживать, поскольку он и его ребята 500 штук уже получили. На следующий день Никандров рассказал о состоявшемся между ним и Максименко разговоре Дрманову, который, согласно показаниям Никандрова, остро отреагировал на существование второго взяткодателя и назвал Ломонова мошенником. Благодаря своим показаниям Денис Никандров останется в Сизале Фортова до окончания следствия и суда над тремя другими получателями взятки в одном миллион долларов. Дрмановым, Крамаренко и приговоренным ранее к 13-му годам строгого режима по другим эпизодам взяточничества Максименко. Поскольку Никандров является основным свидетелем следствия, он должен будет выступить на процессе. К моменту оглашения приговора подельникам срок пребывания Никандрова под стражей превысит 3 года, генерал СКР был арестован 19 июля 2016 года, что при применении закона год за полтора составит более 4,5 лет и даст Никандрову право подавать прошение об условно-досрочном освобождении. По данным источника разбалта, оно будет обязательно удовлетворено, благодаря чему Денис Никандров окажется на свободе примерно в конце 2019 года. Кроме желаемой свободы крайне выгодная для Никандрова сделка со следствием даст ему возможности избежать колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов, что грозило бы опасностью его жизни. За годы работы в следственном комитете Денис Никандров прославился делами против сотрудников МВД и прокуратуры и, по словам собеседников агентства, отличался крайней жесткостью по отношению к подследственным.